Итак, в этом фокусе я буду использовать двух джокеров и четыре дамы. Это самые обычные карты, при желании зритель может их сам проверить. Давайте начнем с дам. Возьмем две первые дамы вот таким вот образом и положим в эту сторону. Возьмем еще две другие дамы и также положим в эту сторону. Разумеется, в руках у меня будет два джокера, и мы джокерами накроем эти две дамы и эти две дамы. Но если я щелкну, то здесь у меня окажется два джокера, а здесь четыре дамы. Привет всем любителям фокусов! С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень красивый и быстрый фокус с шестью картами. Вы уже видели демонстрацию этого фокуса. Если вам фокус понравился, обязательно поставьте лайк. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обучения. Ну и разумеется, для показа фокусов вам нужны качественные карты. Такие карты можно найти в магазине 54cards.ru. Там есть огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Также есть мой фирменный набор Неро Янг, в который входит колода Bicycle Standard, несколько специальных карт и также обучение на фокусы с этими специальными картами лично от меня. Ссылка на магазин будет в описании. От меня же вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку, который вы видите на экране, он также будет в описании. Ну и обязательно досматривайте это видео до конца. В конце будет розыгрыш колоды. Именно от этого спонсора, от магазина 54cards.ru. А также итоги предыдущего розыгрыша. Итак, для этого фокуса вы берете двух Джокеров и четыре Дамы. Но опять же вы можете заменить эти карты, например, на два красных Туза и на четыре Короля, либо на те, которые вам нравятся. Но я предпочитаю использовать Джокеров и Дам. Во-первых, еще один такой момент. Вам нужно в идеале иметь два одинаковых Джокера, либо две одинаковые карты, которые вы здесь будете использовать. Это будет в самом конце, и это немножко обезопасит ваш трюк. Но это не обязательно, опять же. Я, например, всегда показываю с разными, и у меня никаких проблем нет. Но если вы хотите перестраховаться, возьмите два одинаковых Джокера и четыре любые Дамы. И в идеале, конечно же, чтобы они у нас лежали по цвету через одну. То есть черное-красное-черное-красное, либо красное-черное-красное-черное. Как вам больше нравится. Это что касается необходимых карт, но вам также никто не мешает достать их прямо из колоды, прямо при зрителе. Сложить в нужном порядке, то есть отдельно два Джокера, отдельно Дамы по цвету через одну и начать фокус. То есть это не тот фокус, для которого нужна подготовка. Вы можете просто достать эти карты из колоды и тогда уже показывать. Ничего зазорного в этом нет. Опять же, также можно дать карты сначала на проверку. Зритель их потрогает, проверит. И после этого вам нужно просто сложить их определенным образом. Отдельно два Джокера и отдельно четыре Дамы по цвету через одну. Все. Опять же, раскладывать по цвету не обязательно, но это скорее такой перфекционизм. Вам нужно просто это для того, чтобы точно никто и ни до чего не докопался. Разложили по цвету, перевернули, взяли двух Джокеров, положили вот так. Все. Вы готовы к показу фокуса. Первое, что мы делаем, это показываем двух Джокеров и откладываем их в сторонку. Заметьте, что показал я их не совсем обычным образом. Здесь не нужно делать какие-то сверх проявления, но вы можете просто их красиво раскрыть. У меня они лежат одинаково по расположению, то есть абсолютно идентично. Но первого я раскрываю от себя вот таким вот образом, а второго я двигаю и открываю вот так вот именно первым Джокером. То есть смотрите еще раз. Раз, два. И как вы видите, они идут в разную сторону. Один смотрит вверх, второй вниз. Но это не важно, потому что в конце фокуса, если их сейчас поставить вот так, они будут смотреть в одну сторону. Это будет просто красиво. То есть вы показали двух Джокеров. После этого я показываю четырех дам. Вот так вот с двух сторон. И как вы видите, они у меня будут раскрыты слева направо, по-нормальному, да? То есть мы вот так вот их держим. А когда я беру Джокеров, я двигаю большим пальцем вот этого Джокера влево и приподнимаю их вот так. То есть они у меня раскрыты справа налево. После этого показываю вот таким вот образом. Вам нужно сделать следующее движение. Вам нужно загрузить четыре дамы под верхнего Джокера. Чтобы у вас оказалась такая ситуация. Джокер, четыре дамы, Джокер. Сложного здесь ничего нет. Сейчас объясню, как это сделать. Смотрите. Этих дам мы держим вот так. Этих мы меняем и перехватываем. И теперь вот этой вот дамой нам нужно приоткрыть Джокера, сделав вот такой кармашек. Приподнимаем и загружаем их все вот сюда. При этом вам нужно сравнивать обе стопки, чтобы не было это заметно. То есть смотрите. Мы задвигаем и сравниваем сразу две стопки. То есть смотрите. Раз, два. Все. Зритель думает, что сверху у нас Джокеры, снизу у нас дамы. Но на самом деле у нас вот такая вот ситуация. Вы разворачиваете вашу колоду. И вам нужно сделать двойной подъем. В идеале это должен быть двойной подъем Стюарта Гордона. Вот такой. Если вы хотите, чтобы я именно ему обучил, напишите об этом в комментариях. Я сделаю подробное обучение отдельным видео. Вообще без проблем. Так, в принципе, вам сойдет и обычный двойной подъем. То есть вы переворачиваете две карты. Но вам нужно будет их перехватить после этого в правую руку. То есть оставьте брейк и просто возьмите вот так. То есть мы переворачиваем две карты. Смотрите, вот две карты. Перевернули. Забрали в руку. И этими двумя картами переворачиваем следующую. Вот так. Давайте еще раз. Смотрите, у нас здесь Джокер. Мы делаем двойной подъем. Зритель видит первую даму черную. После этого переворачиваем, он видит красную. И мы кладем ее сверху. Показали вот так. И вот так вот положили все три карты немножко от себя. Зритель думает, что это две дамы. Теперь нам нужно большим пальцем вот так вот отделить верхнюю карту. Задвинуть и взять всего лишь только ее. Еще раз. Двойной подъем. Перевернули. Положили сверху. Показали. Взяли. Положили. Зритель думает, что мы сюда положили двух дам. На самом деле сюда вообще пошел один Джокер. После этого мы делаем снова абсолютно то же самое. Двойной подъем. И как вы видите, зритель видит красную даму. После этого он видит черную. И как вы понимаете, зритель два раза видит даму Буби. Но при этом он видит черное-красное, черное-красное. То есть у него все окей. По дамам вроде как все правильно. Единственное, мы не показываем червовую даму. Показали раз. Перевернули. Положили сверху. Подровняли. И также положили от себя, чтобы все повторялось. Но в этот раз мы берем сразу все эти три карты и кладем сюда. То есть зритель думает, что мы положили сюда две дамы. Но на самом деле сюда идут сразу три. Таким образом, здесь у нас лежит Джокер. Здесь у нас лежит три дамы. Но зритель думает, что у нас здесь две дамы и здесь две дамы. Что нам на руку? А в руках у нас осталась одна дама. И один Джокер. И здесь как раз таки вот этот момент с тем, чтобы Джокеры были одинаковыми. Это не обязательно в скорости. Это не так заметно. Но если вы боитесь, если хотите перестраховаться, вы можете это сделать. Смотрите. Вот такой вот показ идет. Якобы у нас в руке два Джокера. И соответственно, как вы видите, я показываю одного Джокера два раза. Как это делается? Смотрите. Я беру вот так тремя пальцами. Показал нижнего. Слеснул верхнего. Снова его показал. Кинул наверх. Делается это просто в хорошей скорости. Не сверх быстро, просто в такой средненькой скорости и нормально. То есть, если у вас будет два одинаковых Джокера, никто к вам точно не прикопается в этом моменте. Раз. Два. То есть, показали нижнюю, слеснули верхнюю. Показали еще раз. Положили сверху. Таким образом, сверху у нас Джокер, снизу Дама. Но зритель думает, что здесь два Джокера, здесь две Дамы, здесь две Дамы. И мы делаем следующее. Верхняя карта идет вправо, там где один Джокер лежит. А сюда идет нижняя карта. И мы говорим то, что мы накроем Джокерами обе пары Дам. После этого щелкаем и просто показываем то, что здесь два Джокера. Да, открыться они должны именно одинаково. Просто я тут уже перекрутил карты кучу раз, поэтому они открылись по-разному. И здесь у нас должны быть четыре Дамы. Давайте очень-очень быстренько еще раз. Показали вот так, закинули в кармашек. Теперь у нас Джокер, Дама, 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 Дама и Джокер. Делаем двойной подъем. Разворачиваем, кладем наверх. Берем всего лишь одну карту отсюда. Зритель думает, что это две Дамы, но здесь Джокер. После этого снова двойной подъем. Переворот. Берем все эти три карты. Зритель думает, что мы положили две, но здесь три Дамы. Давайте подровняем. После этого показываем нижнюю, слистываем, показываем вот так. Сравниваем. Зритель думает, что мы две Дамы и две Дамы накрыли Джокером. Но после этого мы щелкаем. Здесь у нас два Джокера, здесь у нас четыре дамы. Вот такое вот обучение, такой фокус. Надеюсь, он вам понравился. Если вы будете его показывать, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и, разумеется, проверка на тех, кто досмотрел до конца. Ребят, если вы досмотрели до конца, напишите, какая ваша любимая карта в комментариях. Ну и, разумеется, итоги предыдущего розыгрыша. У нас был розыгрыш на колоду BicycleStandard от нашего спонсора, магазина 54karts.ru. Вы видите комментарий победителя вот здесь. Поздравляю тебя, напиши мне в личку ВКонтакте, и мы отправим тебе эту колоду. Ну и, разумеется, новый розыгрыш тоже на колоду BicycleStandard, тоже от нашего спонсора, магазина 54karts.ru. Все очень просто. Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Ну и, конечно же, оставить любой комментарий, и вы уже участвуете. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи, всем пока.